МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения информационная программа «Республика» в студии Галина Титарчук. Деловая программа в рамках празднования Дня Республики началась. Сегодня утром глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с судьей Верховного суда России и с координатором экспертного совета при правительстве Российской Федерации. Судья Верховного суда России Александр Зырянов сообщил, что в республику он прибыл с плановой проверкой, которую проводит Верховный суд России. В дни проверок будет дана оценка условий работы судей Верховного суда Чувашии, районных и городских судов республики. Представитель Фемиды отметил, что комиссия уже побывала в Московском и Ленинском районных судах Чебоксар. В ходе рабочей встречи Михаил Игнатьев и Александр Зырянов обсудили вопросы совершенствования судебной системы республики, а также повышения качества работы судебных органов. Здравствуйте! У вас на земле! Спасибо большое! Спасибо большое, что поехали! Михаил Игнатьев также встретился с председателем Российского управленческого сообщества участников президентской программы подготовки управленческих кадров с укоординатором экспертного совета при правительстве Российской Федерации Георгием Белозеровым. Президентская программа подготовки управленческих кадров существует почти 16 лет. Георгий Белозеров сообщил Михаилу Игнатьеву, что в Чувашии сложилась одна из сильнейших команд выпускников данной программы. Кроме того, созданные благоприятные условия для развития бизнеса позволяют реализовывать инвестиционные программы. Президентская программа уже 15 лет реализуется, 16 по сути. Ежегодно на программу приходят 50 проектов примерно в Чувашской республике. По нашим приблизительным оценкам, это совокупно из толковых проектов порядка 3 миллиардов рублей. Их общий вес. Однако, построена система сама, что они сами по себе не всегда доводятся до реализации. И нам было бы очень интересно в сотрудничестве с вами создать условия для того, чтобы эти проекты реализовывались. Потому что это позволит действительно и региональные поднять проекты. Михаил Игнатьев, в свою очередь, подчеркнул, что у органов власти и бизнес-сообщества Чувашии есть полное понимание общих задач. На встрече также обсуждались перспективы развития образовательных учреждений республики, подготавливающих специалистов, технологии разработки гражданских инициатив и другие. Дмитрий Точилов, Данифат Агирова, Андрей Шоклев, Республика. В Чебоксарах открылся шестой экономический форум региона России от стабилизации к развитию. Среди участников депутаты Госдумы, представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших международных организаций, инвестиционных компаний, различных отраслевых предприятий, зарубежных компаний, промышленники и предприниматели, банкиры и финансисты, ученые, профсоюзные и общественные деятели. С открытия Чебоксарского экономического форума смотрите наш репортаж. Вступление России в ИТО поставило бизнес в новые экономические условия. Ставку в конкурентной борьбе нужно делать на грамотный и эффективный менеджмент, инновации, технологическое развитие. Как совершенно справедливо заметил один из экспертов, генеральный директор Европейской бизнес-ассамблеи Джон Неттинг, глобальный рынок – это не клуб. Никто не может выбирать, вступать в него или не вступать. Но все участники вправе искать свои пути развития. С ним солидарен и глава Чуваши. Нельзя зацикливаться на рисках. Надо искать новые возможности. А их у каждого региона немало. В России есть предприятия и организации, уже сегодня создающие продукцию, успешно конкурирующие с западными аналогами. У нас в республике, несколько слов тоже хочу сказать, это предприятия электротехнического кластера, а также предприятия, производящие экологически чистые продукты питания. У каждого российского региона есть точки роста, есть нераскрытый потенциал, который сможет раскрыться после вступления России всемирно-торговой организацией. Но чтобы стать по-настоящему конкурентоспособными, российским предприятиям необходимо интегрироваться в единую систему. Ситуация непростая. В России экономический рост, очевидно, замедлился. Прогнозные цифры всего 2,4% в год. Задача регионов – искать новые точки развития. Задействовать все резервы. Для большинства несырьевых российских регионов сегодня самыми главными являются три вещи. Первое. Для инвестиционных проектов качественно готовить инфраструктуру. Подготавливать инфраструктуру таким образом, чтобы выбранное место реализации было самым лучшим или в России, или на земле для реализации нужного вам инвестиционного проекта. Второе. Создавать безбарьерные условия для быстрого, эффективного и безрискового реализации инвестиционного проекта инвесторы. И третье. Помочь подготовить и найти кадры, которые бы позволили ему быстро запустить инвестиционный проект. Одной из точек роста для Чувашии может стать сотрудничество с технологической платформой технологии экологического развития. Соответствующее соглашение премьер-министр Чуваший Иван Моторин и председатель правления платформы Николай Касимов подписали прямо на форуме. Наша республика стала третьим регионом, партнером платформы после Томска и Тверской области. Это соглашение должно привести к решению той задачи, которая ставится к созданию территориального кластера технологической платформы технологии экологического развития. То есть к более плотному взаимодействию с регионом. И это абсолютно находится в сфере идей этого форума. От стабилизации к развитию. Я думаю, что на это это будет и направлено. Об инвестиционном климате в регионе можно судить по множеству различных показателей. К дню республики в Чувашии по традиции открываются объекты, преимущественно социальные, финансируемые из бюджета, детские площадки, фоки, дороги. На этот раз один за другим запущены три завода. Ядрен молоко, девилей и траковская керамика. Все объекты построены за счет инвесторов. Они поверили, что в Российской Федерации стабильная ситуация сохранится, несмотря на мировой финансовый кризис. Они уверены в своем бизнесе. Они просчитали кадровый потенциал и просчитали, как будут продвигать, продавать свой произведенный товар. Программа форума включает в себя десятки круглых столов, заседаний, экскурсий, других событий. Одновременно будут работать несколько различных секций. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня в Красноармейском районе открыли завод по производству кирпичей. Траковская керамика уже готова обеспечить строительным материалом все поволжские регионы. Технологический процесс ускоряет итальянское оборудование. Оценил его и глава республики Михаил Игнатьев. С места событий передает Дмитрий Ковалев. Сейчас наша съемочная группа находится в одном из цехов завода. Реализация этого проекта от идеи до воплощения растянулась на три года. Корпуса предприятия возвели на пустыре. Стоимость завода превысила 1 миллиард рублей. Внутри цехов смонтировали новейшее оборудование, которое привезли из Италии. До последнего иностранные специалисты тестировали аппараты производственной линии и обучали тех, кому в будущем предстоит работать с этой техникой. Глава республики Михаил Игнатьев выполнил самую почетную миссию. Производственный процесс запустил именно он, нажав на пульте управления кнопку «Пуск». Камера, где будет сушиться. Сушиться до какой влажности снижения съемки? В первые годы на заводе будут производить керамические кирпичи. Планы куда глобальнее. Будущим потребителям будут предлагать высокопрочную черепицу и брусчатку. Сырье для производства не придется везти издалека. До местного месторождения рукой подать. Глину добывают в 100 метрах от завода. На стоимости кирпича это должно отразиться. Сейчас строительные компании приобретают ее в среднем за 10 рублей штука. В любом случае дешевле будет, чем в других заводах, поскольку завод более современный и экономичный. Ну а какая цена будет? Сначала надо освоить проектную мощность. Проектную мощность мы планируем освоить до Нового года. Смешивать сырье будут дозированы. Благодаря такому методу удастся производить кирпичи разных цветов. От светло-желтого до темно-коричневого. Это современные тенденции строительной индустрии. На заводе кирпичи обжигают в специальных печах, что существенно ускоряет их производство. В год здесь намерены выпускать более 60 миллионов изделий. Продавать их планируют не только в соседних регионах, но и в Москве. Михаилу Игнатьеву показали весь производственный процесс. Он полностью автоматизирован. Но наблюдают за ним подготовленные диспетчеры. На заводе планируют трудоустроить 150 человек. Водушин для специалистов построят жилье. Уже который год в преддверии Дня Республики между Чувашией и другими регионами страны стираются все границы. Остается только взаимодействие и партнерство. В Чубаксарах стартовала очередная выставка «Регионы сотрудничества без границ». Два огромных этажа торгового выставочного комплекса «Контур», открытая площадка и тысячи гостей. Все от продуктов питания до тяжеловесных промышленных машин. В этом году выставка «Регионы сотрудничества без границ» открылась в юбилейный 20-й раз. Мероприятие собрало почти две сотни участников из более чем 20 городов страны. Открыл выставку глава региона. Форумы подобные этой выставке позволяют на сегодняшний день крупным организациям, средним организациям, субъектам малого и среднего предпринимательства выставлять, позиционировать себя, показывать все те достижения, которые на сегодня есть. Оценить изобретательность участников Михаил Игнатьев смог практически сразу, как вошел в выставочный зал. У стенда Министерства сельского хозяйства главе предложили пропустить по стаканчику у так называемого молокомата. Такие приборы в ближайшее время появятся в Чебоксарах. Если раньше, чтобы получить свежее молоко, нужно было подоить корову, то в ближайшее время достаточно будет просто закинуть в аппарат несколько монет. В городе будет стоять 8 точек. Администрация, вот сейчас Михаил Васильевич только что говорил, подскажет нам, какие места еще, в каких лучших местах его можно поставить, чтобы было доступно для нашего населения, чтобы наши горожане, гости могли прийти и попробовать на наше молоко. Для экспозиции участников организаторы предусмотрели 15 основных разделов. Среди них сельское хозяйство, строительство и архитектура, здравоохранение, наука и образование. Однако основной акцент в этом году сделали на экологию и охрану окружающей среды. 2013 год, год охраны окружающей среды, в этих целях республика и правительство Российской Федерации очень уделяет большое внимание. За 2011 и 2019 годы закоплено противопожарной техникой на 100 миллионов рублей, в том числе с республиканского бюджета 75%. Поэтому где-то мы обеспечены лесопожарной специализированной техникой процентов на 85-90%. И на сегодняшний день на территории Государственного лесного фонда Чувашской республики не допущено возгорание. У стенда Минфополитики у гостей выставки была не только возможность поближе познакомиться с таким новшеством, как универсальная электронная карта, но и подать заявление на ее получение. Демонстрировать свою продукцию и услуги организации предприятия будут 4 дня, с 20 по 23 июня. Впрочем, как показала практика, участвуют выставки не только для того, чтобы на других посмотреть и себя показать. 3,5 миллиарда рублей – такова общая сумма сделок и соглашений, которые заключили участники по результатам выставки форума в прошлом году. Специалисты уверены, в этом году результаты будут не менее внушительными. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. Выставка – это не только демонстрация того, чем богаты регионы страны, но еще и площадка, на которой проводятся правовые часы, ведутся консультации для людей, желающих разобраться с тонкостями пенсионного законодательства, получить простые ответы на сложные вопросы. На этой площадке награждаются победители всероссийского конкурса «Лучший страхователь 2012 года». Вручаются сертификаты на материнский капитал. Все это уже своего рода традицией выставки. Пока работает выставка, посетители могут не только посмотреть все самое интересное, но и узнать все самое важное. К примеру, о пенсиях. В павильоне пенсионного фонда уже сегодня полным ходом идут консультации. Одни специалисты рассказывают об изменениях, связанных с материнским капиталом, и об особенностях уплаты страховых взносов по-новому. Другие готовятся к награждению победителей всероссийского конкурса «Лучший страхователь 2012 года». Сначала он проходил на уровне управления в городах и районах, потом на уровне отделения. Заключительный этап конкурса проходит уже в Пенсионном фонде Российской Федерации. Представлены нами претенденты, были одобрены. Дипломом сегодня будут награждаться 16 организаций. В прошлом году 13,5 миллиарда страховых взносов мы собрали. А вот именно эти конкурсанты, дипломы, которые сегодня получат, они заплатили в наш бюджет более 300 миллионов рублей. В этом уже традиционном конкурсе учитывалось многое – от своевременности оплаты страховых взносов и до средней зарплаты работников. Сегодня победители всероссийского конкурса поднимались на сцену за наградами. Естественно, это как имиджер составляющая, так и престиж, и подтверждение правильности выбранной политики на предприятии. Наряду с победителями конкурса на сцену поднимали семьи, заявившиеся на материнский капитал вместе с управляющим Пенсионного фонда. Сертификаты, решения о распоряжении средствами и подарки вручала министр здравоохранения Чувашии Алла Самойлова. Материнский капитал в республике оказался востребован. Более 45 тысяч заявлений на сертификат подано, свыше 23 тысяч отработано. Это более 7,5 миллиардов рублей, больше, чем бюджет Чебоксар. Перед днем рождения и свадьбы подарок получила и мама двоих детей Наталья Тимченко. Солидные средства. Это почти 409 тысяч рублей. Ее семья собирается направить на погашение жилищного кредита. Материнский капитал дает нам возможность использовать вот эти вот денежные средства в счет погашения кредита, взятого для покупки квартиры. Существенно. Это половина стоимости от взятой суммы в банке. Узнать все о материнском капитале, проверить свой пенсионный счет, получить ответы на волнующие вопросы посетители выставки могут в павильоне Пенсионного фонда. Консультации там будут идти все эти дни. На этом официальная часть программы «Республика» завершена. Я с вами прощаюсь. А впереди вас ждет еще подробный рассказ о некоторых участниках 20-й выставки «Регионы сотрудничества без границ». «Регионы сотрудничества без границ». «Регионы сотрудничества без границ». Без нее не поедут ни автомобили, ни поезда. Не будет развития современной техники. Она необходима в промышленности. Это все про резину. Точнее, высококачественную резину, которая способна работать в самых экстремальных условиях. При контакте со смазками и топливом. Изделия именно из такого материала можно увидеть на выставке у стенда компании «Строймаш». Предприятие работает на рынке резиново-технических изделий с 2001 года и производит по современной технологии изделия из высококачественных импортных резин. Это кольца, прокладки и формованные изделия для двигателей и других узлов автомобилей, тракторов, судов, железнодорожного транспорта, запорной арматуры, а также для электротехнической и пищевой промышленности. Всего выпускается более 400 наименований. Только в Чебоксарах у закрытого акционерного общества «Строймаш» более 100 клиентов. Впрочем, продукции предприятия пользуются спросом и далеко за пределами республики. У «Строймаша» более 400 покупателей из многих регионов страны. В их числе «КамАЗ» и его ремонтотехнические предприятия. Предприятие группы компаний «ГАЗ», «ЯМС», «ЯЗДА». Продукция закрытого акционерного общества «Строймаш» также поставляется на предприятия Казахстана и Украины. Стараемся применять материалы высокого качества. Только импортное производство Италии, Японии, Франции, Англии и Германии. И оборудование, которое используют эти резины, тоже импортное. Литьевое, фирм «Десмо», «Маплан». Эти пресса еще обладают функцией полностью автоматизированного цикла как подачи материалов, так и подогрева и режима вулканизации. Продукция и исходная резина подвергаются входном контроле и периодическим испытаниям в своей специализированной лаборатории, кандидентованной. С 2012 года производство стало практически безотходным. Такая возможность появилась благодаря тому, что специалисты предприятия освоили производство из вторичного сырья четырех видов плиток «Селестар». Такое покрытие используется в оформлении садовых и дачных участков, тренажерных и детских игровых площадок, как диэлектрические коврики в промышленности, напольное покрытие у входных дверей, в быту и так далее. С уверенностью можно сказать, что предприятие готово и имеет потенциал для дальнейшего развития и увеличения объема производства. Клиенты «Строймаш» выигрывают за счет оперативности выполнения заказа подбора оптимального материала для конкретных условий. Учитывается специфика работы каждой детали. Продукция отвечает высочайшим стандартам качества, эффективности и надежности. Маргаушская птицефабрика по праву занимает одно из лидирующих мест в Чувашии по производству высококачественной продукции – мяса животных, птицы, яйца. Постоянный контроль качества, применение современных технологий и выпуск новых видов продукции позволяет компании быть ближе к покупателям и заключать взаимовыгодные договора. У нас успешно прошли переговоры с крупнейшими торговыми сетями России. Поэтому мы будем радовать продукции не только на Чувашском рынке, но и уже на уровне России. Мы стараемся кормить птицу только натуральными кормами – пшеницей, ячменем, без всяких добавок. Маргаушская птицефабрика основана в 1968 году. На сегодняшний день это быстро развивающееся предприятие, где действует 17 производственных цехов, 13 из которых предназначены для производства яйца, 4 – для выращивания молодняка, 1 – цех инкубации. Птицефабрика имеет три земельных участка общей площадью 105 гектаров. Производство 70 миллионов яиц в год – это еще не предел возможностей. Сейчас у нас в поголовье 290 тысяч, с учетом молодняка. Вот 220 несушек, 200 тысяч яиц. Ну, 70 миллионов яиц почти. В этом году должны 72, как минимум. Да, мы переплюнем. Министр сельского хозяйства Сергей Павлов по достоинству оценил качество продукции. Маргаушская продукция уже давно завоевала сердца многих покупателей и по-прежнему радует их своим качеством и отменным вкусом. Вкусные яйца, всегда свежие, вон, желток очень желтый, поэтому похожи на домашние деревенские, поэтому их и покупаем, и берем. Я хожу специально в магазин, который находится у нас в магазине «Восход». Там у нас специальный отдел «Маргаушская». И мы яйца приобретаем только там. Спасибо вам большое за работу и за ваши самые вкусные, прелестные яйца. Маргаушская птицефабрика привлекает на производство высококвалифицированных специалистов и с каждым годом расширяет свое производство. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Республика. Кооперативный институт – один из самых взрослых вузов Республики. Сегодня это филиал автономно-некоммерческой организации высшего профессионального образования Центра Союза России Российский университет кооперации. К 50-летнему юбилею преподавательский состав вуза получил наивысшую оценку своей работы. Благодарность президента России Владимира Путина. Вуз готовит специалистов по 11 специальностям. В условиях многоуровневой системы подготовки кадров институт имеет 9 направлений бакалавриата, чуть меньше на магистратуре. Кстати, кооперативный институт – единственный вуз в Республике, который готовит будущих магистров по юриспруденции. 5 факультетов, 16 кафедр и 6 из них на юридическом факультете. Будущим студентам есть из чего выбирать. К тому же, кооперативный институт с прошлого года принимает студентов на конкурсной основе – учеба за счет университета. Акция «Скоперируйся с друзьями и учись бесплатно». Мы призываем наших студентов участвовать в этих акциях. Они очень заинтересованы. Суть этой акции состоит в том, что друзья приглашают своих друзей на учебу к нам. Если набирают 100 баллов, они претендуют на бесплатную учебу. Новая акция, которая стартовала в этом году, приумножаем семейные традиции. Если кто-то из членов семьи обучался в кооперативном институте, абитуриент имеет право на скидку 10%. Если же родственников 2, то еще плюс 5. Учить экономику и финансы можно уже при поступлении. Конкурсы и дополнительные акции, которые ввел вуз – стимул к отличной учебе. Это подтверждают сами студенты института. Я прошла конкурс по акции и набрала больше 90 баллов по трем предметам. И обучаюсь целый год за счет института. Помимо меня, еще есть и другие студенты, которые прошли эту акцию. Они преуспели в спорте и в творчестве. Я учусь на юридическом факультете. Преподавание очень хорошее и высокое. Мне нравится. Сегодня на выставке институт представил продукцию, приготовленную студентами направления технологии продукции и организации общественного питания. Бакалавры приготовили фруктовые безалкогольные коктейли, которые многим пришлись по вкусу. На выставке не прошел мимо экспозиции глава Чувашии. Михаилу Игнатьеву показали съедобные творческие работы студентов. Кармингом ребята занимаются. Девушка у нас в этом году третье место по России заняла. И второе место на чемпионате Европы по кулинарному искусству. Так что настоящие профессионалы выходят. Большой выбор банковских услуг и разнообразие эксклюзивных предложений на выставке представил Мособлбанк. Банк успешно работает на рынке 20 лет. Сегодня по всей стране открыто более 260 структурных подразделений. Два года назад первый офис Мособлбанка заработал и в Чубаксарах. Свою деятельность филиал Мособлбанка начал в декабре 2011 года. За все это время банк следует главной цели. Каждый офис это центр супермаркет, центр и супермаркет финансовых услуг для юридических и физических лиц. Основная миссия банка быть полезным нужным населению, надежным партнером для бизнеса, органов государственной и муниципальной власти. Сейчас в Чувашии работают 11 офисов и один в Южкороле. В настоящее время Мособлбанк предлагает максимально комфортные условия расчетно-казы обслуживания организаций и предпринимателей в республике. Пять офисов в городе Чубаксары и шесть офисов в Новочебаксарске, Канаше, Шумерле и Алатари применяют приоритетное обслуживание юридических лиц. Дополнительно комфортного обслуживания банк применяет максимально выгодные тарифы. Мы всегда рады нашим клиентам. Мособлбанк предлагает своим клиентам полный спектр услуг в области внешнеэкономической деятельности. Дивидуальный подход к сопровождению каждой валютной операции позволяет оказывать услуги клиентам на самом высоком уровне. Также мы можем предложить выгодные курсы по покупке и продаже иностранной валюты, которые позволят вам существенно сэкономить на валютно-обменных операциях. Мособлбанк представил на выставке большой выбор ипотечных продуктов, кредитование на первичном и вторичном рынках, кредиты на любые цели под залог имеющегося жилья, ипотеку без первоначального взноса, специальную программу кредитования для военнослужащих. Наш филиал работает со всеми республиканскими программами субсидирования ставок. Это молодой ученый, молодой учитель, молодая семья, военная ипотека. Быстрые сроки одобрения и выгодные ставки по кредиту отличают наш банк от других банков, кто занимается ипотекой. Подробную информацию и квалифицированную консультацию можно получить в каждом офисе Мособлбанка по адресу город Чебоксары, улица Университетская, дом 11, телефон 41-50-04. Ядрин молоко Ядрин молоко – динамично развивающееся предприятие. Например, совсем недавно открылся новый завод по переработке молока в Ядрине. И теперь на прилавках магазинов вы можете найти нашу корову в бутылках. Несмотря на то, что новый ядринский завод по переработке молока работает меньше месяца, его продукцию уже успели попробовать и оценить по достоинству. Я ваше молоко попробовал, докладываю, соответственно, вначале. Цена для потребителя какая получается? Нулевая. В зависимости от жирности 2,5, я вижу 3,2. Это цена 26 рублей, это цена 28 рублей. Хорошую цену держите. Но дешевле, чем белый грым. Да, дешевле. Белый грым, когда мы на рублей 30 лет, наверное, сейчас. Да, мы на 10 рублей в среднем дешевле наших конкурентов. Желаем успехов. Спасибо. Социальный продукт, здоровый напиток. Так что, спасибо вам, что и все. Наши коровы, йогурты доволя и биолайф в бутылках вызвали у посетителей выставки большой интерес. Такая упаковка удобнее в использовании и продлевает срок годности продуктов. Еще один плюс ядринского молока – в нем нет сухих добавок. Молочные продукты – это основной продукт, поэтому я употребляю каждый день. И ядринное молоко мне, в принципе, в этом плане очень нравится, потому что это натуральный продукт, без добавления сухого молока. Я вижу, что у них вышло в бутылочке, в новой. Да, поэтому я очень удивлена. Таким образом, я могу сказать, что компания развивается, и у нее есть будущее. Сейчас на рынке представлены три наших новых бренда – это «Наша корова», «Доволя» и «Биолайф». Планируется расширение ассортимента и увеличение представленности на рынке. 24 числа мы устраиваем экскурсию для федеральных сетей. Там же будут подписаны несколько контрактов, регионы развития – это Москва, Владимир и Нижний Новгород. Компания «Ядрин молоко» постоянно развивается и ставит новые задачи. Завод запустили на полную мощность, а это 200 тонн молока в сутки. Планируют выйти в течение шести месяцев. Высокое качество должно быть доступно. И с этой задачей страховая группа МСК в Чувашии успешно справляется уже более десяти лет. Ее представительства на территории нашей республики активно развиваются во многих районах. Чебоксары, Новочебоксарск, Аллатрик, Канаж, Цивильск, Батарево и Маргауши. В этих городах и районах в страховании имущества, гражданской ответственности, сельскохозяйственных рисков вашим надежным партнером может стать страховая группа МСК. Это универсальная страховая компания. Сегодня она входит в число крупнейших на российском страховом рынке по объему бизнеса. Мы работаем со страховой компанией МСК, потому что они являются нашими надежными партнерами. С ними мы всегда чувствуем себя защищенными. И они готовы всегда ответить на любые возникающие наши вопросы и проблемы. Я бы хотел пожелать страховой компании МСК развития надежных клиентов, счастья, здоровья. В каждом филиале МСК есть специальное подразделение для работы с корпоративными клиентами. У страховой группы все ресурсы – финансовые, кадровые – для оказания страховых услуг владельцам крупного, среднего и малого бизнеса в разных сферах экономической деятельности. Последние 2-3 года мы сотрудничаем со страховой компанией МСК. Где мы страхуем свой бизнес – это транспорт, технику, спецтехнику, оборудование, здание. В управлении никаких не возникает, никаких вопросов, сложностей тоже нет. И как постоянные клиенты, и они к нам относятся лояльно, со скидками, все предложения удают. В группе МСК «Страхование» работают молодые, энергичные кадры, которые всегда подберут вам подходящий вид страхования и ответят на все интересующие вопросы. Выбирая партнера в качестве страховой компании, действительно, важен следующий момент – это как прозрачное условие, но самое главное, чтобы компания была клиент-ориентирована. Вот как раз эти качества отличаются страховой группой МСК. В компании всегда с радостью встречают не только своих клиентов, но и новых сотрудников. Сегодня мы ведем активный поиск страховых консультантов и в районах, и в городе. Каждому мы готовы предложить выгодные условия сотрудничества с нашей компанией. Каждый у нас может получить хорошее образование, хорошую профессию. И каждый сможет работать в этой профессии очень долго, получать удовольствие и хороший заработок. Сегодня мы предлагаем каждому стать частью нашей большой дружной команды. Приходите к нам. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. Активным участником выставки является и предприятие «Чуваш Автодор» – современная, быстро развивающаяся компания, которая готова решить задачи любой сложности. Предприятие оснащено специализированной техникой и кадрами для выполнения полного комплекса работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог, мостов и других сооружений. «Чуваш Автодор» обслуживает более 2,5 тысяч автодорог. Только с 2011 по 2012 годы построено и реконструировано 33 километра дорог. Отремонтировано почти 50 километров дорожного полотна. «В прошлом году «Чуваш Автодор» достиг больших результатов. Объем выполненных работ был достигнут до 3 миллиардов. На сегодняшний день уже 3 миллиарда 200. Большой объем нам в прошлом году дал закупку новой техники на 270 миллионов. Поднятие зарплаты. Зарплаты в прошлом году мы подняли до 23 тысяч. Сейчас бригада «Чуваш Автодора» работает на строительстве не только федеральных, но и республиканских автодорог. Ремонт идет на трассе М7 в Ядринском районе, А151 Цивильск-Ульяновск, федеральной дороге Вятка. Кроме этого идет активная работа и в столице Чувашии. Новый город, Марпасадское шоссе, базовый проезд. На днях началась работа по реконструкции по проспекту Ивана Яковлева. На участке от привокзальной площади до кольца проспекта 9-й пятилетки. На сегодняшний день при работе мы применяем новые технологии. Это армирование асфальтопетона геосеткой, использование шма, использование битумной эмульсии. Передовые прогрессивные методы и технологии, которые применяет Чуваш Автодор, позволяют продлить жизнь трассам. Кроме этого, такие дороги могут выдерживать гораздо более сильные нагрузки. А водители смогут с удовольствием ездить по дорогам и вспоминать строителей только добрым словом. Редактор субтитров А.Семкин